Это же просто недопустимо, это не игра, это не заготовка для игры, это не заготовка для заготовки для игры. Какой вакуум должен быть в голове, чтобы там появился намёк на мысль о покупке этого, намёк на мысль о том, чтобы провести в этом минуту, на какое дно надо упасть, чтобы провести в этом тысячу часов. Я две тысячи часов уже провёл. Ахренеть, в два раза больше, чем я. А сколько ты печенек за один клик получаешь? Один триллион. Нифига себе, сколько будешь получать, если там провести пять тысяч часов? Хочешь пробить и это дно, а потом упасть на следующее, пробить его, упасть на следующее, пробить его, упасть в... Слушай, а как мы узнаем, что мы достигли абсолютно в одной... А сколько печенек за один клик ты будешь получать, если проведёшь в этом десять тысяч часов? Я проверю. Да, ролик! Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня у нас будет очень необычный обзор очень странной игры, которая игрой является лишь отчасти. Некоторые люди называют её инкрементальной игрой. Другие называют, вот такие как Михаил, называют её экскрементальной игрой. У англичан есть такое понятие, как idle games, ленивые игры. Это игры, в которые тебе даже не приходится играть. Они играют в сами себя, ты просто получаешь результат. Ты нажимаешь на кнопку, получаешь награду, радуешься, тебе хочется ещё больше наград. И именно поэтому эти игры настолько успешны и популярны сегодня во всём мире. Практически все донатные помойки созданы по образу и подобию. Та-дам! Куки-кликер! Как я пришёл к этой игре? Как я упустился на это дно? Почему именно я начал играть в Куки-кликер? Человек, который не так давно стримил Escape from Tarkov? Ну, в принципе, логично, что после такого стрима путь один в Куки-кликер. И казалось бы, как человек может променять мир суровой военщины на какой-то Куки-кликер? Причём смысл игры кроется в её названии. Всё, что вы делаете, это кликайте по печеньке. Каждый клик – это новые печеньки. Чем больше у вас печеньек, тем больше у вас возможностей. Вы нанимаете бабулик. После этого вы строите фермы. Потом открываете банк. Это позволяет вам делать ещё больше печеньек. В финале, да, сначала вы начинаете с одной печеньки за один клик. Потом это будут миллиарды и триллионы печеньек. И вы не можете остановиться. Как я дошёл до жизни такой? Почему именно я обратил внимание на Куки-кликер? Тем более, что эта игра, мягко говоря, древняя. Она появилась ещё в августе 13-го года, когда один французский программист по имени Жюльен Тьенон решил за один вечер сделать игру. Причём в браузере. И он её сделал, он её воплотил. Весь о ней прогремела в фочане и к игре подключились сотни тысяч человек. Единовременно онлайн, долгое время, в этой браузерной игре был 200 тысяч человек онлайн. Она была совершенно бесплатная, люди кликали на печеньку и почему-то считали, что это отличное времяпрепровождение. И разработчик эту игру не забросил. Он её постоянно обновлял. В ней появлялся новый контент, если его так можно назвать. В сентябре 21-го года игра наконец-то появилась в Steam, где стоит, естественно, копейки. И по какой-то причине, несмотря на абсурдный, очень простой геймплей, эта игра постоянно в сотни самых популярных игр в Steam и онлайн не падает. Он вот стабильный, вот он нашёл свою аудиторию и люди кликают на печеньки и не хотят никуда уходить. Остановите планету, я сойду. Именно поэтому я решил разобраться, что же людей удерживает в этом странном проекте. Ну и одни из самых популярных комментариев в Steam на русском языке. «Когда-то я удалю тебя, я смогу». Следующий комментарий «Оно тебя поглотит». Ещё один комментарий «Дауны майнят крипту, гении майнят печеньки». При этом у Куки Кликера 97% положительных комментариев в Steam, что тоже говорит о том, что это не говно. Нет, это говорит о том, что всё, всё, просто, просто, нужно апокалипсис, срочно. Господь, если ты есть, если тебе нет кто-нибудь, кто тебя замещает, пожалуйста, расхренать. Всё, планета не нужна, ничего не нужна, эта реальность не нужна, всё. Да, я её скачал, я её запустил и да, начал играть. Я кликнул по печеньке и мне это понравится. Я кликнул ещё раз, мне это понравилось ещё больше. Через час вот этих бездумных кликаний я обратил внимание, что ага, можно покупать курсоры. То есть игра будет играть сама в себя, она будет сама кликать по этому печеньку. И чем больше курсорчиков ты купишь, чем больше ты курсорчиков купишь, тем быстрее будет добываться печенька. А потом ты нанимаешь бабулек. Одна бабулька, вторая бабулька, третья, сотня бабулек. И после этого, да, появляются фермы, шахты, фабрики, банки, храмы, башни магов, что бы это ни значило. Печеньки будут доставляться ракетами через алхимические лаборатории и порталы из других измерений. Всё для того, чтобы у вас было ещё больше печенек. В целом, эта игра является олицетворением так называемых ленивых игр. Да, она играет сама в себя. Она сама добывает печеньки. Всё, что вы делаете, это вкладываете печеньки в разнообразные заводики для того, чтобы зарабатывать ещё больше печенек. Покупаете апгрейдики, чтобы зарабатывать ещё больше печенек. И так можно играть бесконечно. У некоторых людей в Стиме в этой игре наиграно, я говорю в кавычках, наиграно больше, чем в Доту. Тысячи часов. То есть за время, пока некоторые люди провели в Куки Кликере, вы могли пройти все значительные игры, которые есть на ПК? Не совсем, потому что Куки Кликер, как я уже сказал, это ленивая игра. Она играет в заднем фоне. Ты запускаешь текстовый редактор, пишешь какую-нибудь статью, ты запускаешь Excel, подводишь баланс, начинаешь заниматься видеоредактированием или монтажом звука. Всё, что угодно. А в это время у тебя где-то там на заднем плане майнится печенька. Ты переключаешься на неё, смотришь, сколько печенек заработал за это время, радуешься и покупаешь какую-нибудь новую ракетку. Или башню магов, или какой-нибудь портал. Ты чувствуешь постоянный прогресс. И этот прогресс никогда не остановится. Ты никогда не остановишься. Ты будешь постоянно гореть от желания заработать ещё больше печенек. Я понимаю, что я сейчас говорю, лютый бред. Но эта игра именно так и работает. Пожалуй, вот сейчас скажу очень такую гнусную вещь. Пожалуй, меня могут понять фанаты Diablo не Immortal. Diablo 2. Ну, те самые ребята, которые в конечном итоге упираются в гринд. И которые понимают, что всё их ближайшее времяпрепровождение это вот. Балл, путь к баллу, долбёжка балла, сбор лута, тяжкие вздохи по поводу того, что ничего на этот раз не выбил. И снова поход к баллу. Люди занимаются одним и тем же. Они убивают снова и снова того же самого балла, для того, чтобы твой герой стал немного лучше. Для того, чтобы собрать тот самый изумительный билд. И потом, достигнув цели, они такие говорят, хорошо, а теперь я попробую другим героем. Или теперь я попробую собрать какой-нибудь другой билд. И снова запускаю Diablo 2. Миша это не понятие. Миша это человек, который проходит Diablo 2. Сюжет, так сказать. А Diablo, на самом деле, является таким вот бегом в бесконечность. Для того, чтобы собрать ультимативного героя. Для того, чтобы переключиться потом на сборку другого ультимативного героя. И так, опять же, до бесконечности. Не просто так, Миша, люди играют в Diablo 2 на протяжении уже двух десятков лет. И им это не надоедает. Да, и не просто так люди сидят в куки-клике. Замечательно. Восхитительно. Ты говоришь, что когда играешь в куки-клике, испытываешь какие-то чувства. Ты должен испытывать напряжение, чтобы никто не заметил, что ты этим занимаешься. И духу не вызвали. Потому что именно туда надо вот это, вот это, все. Жюльен Тино, когда создавал игру, он изначально думал о тем, что это будет такой проект-прикол. Проект про то, как ты просто нажимаешь на кнопку, получаешь награду. И бежишь дальше вперед. Вот тот самый ослик, который бежит за морковкой. И ты бежишь вперед. Но самое приятное, что тебе постоянно эти награды падают. Ты постоянно получаешь удовольствие от того, что я молодец. Вот я еще печеньку немножко накопил. Вот я еще один заводик построил. О, еще один апгрейдик открылся, обязательно его нужно купить. А что это такое? Ого! Раз в 20 часов падает сахарок. И теперь я смогу улучшить производство печенек на 1%. Интересно ведь? Ну, интересно. Доктор, а мне дадут за это дополнительную порцию кашки? Конечно, иди в палату. Там тоже Наполеон сейчас этим занимается. Вы все вместе будете долбиться об эти печеньки. Все будет хорошо. При этом разработчик подумал о том, чтобы сделать процесс, ну, на самом деле бесконечным. Конечно же, в Куки Кликере можно развиться, наверное, до какого-то логического финала. Можно проапгрейдить абсолютно все, благо в этой игре есть финальное количество апгрейдов и финальное же количество наград. Наверное. Но при этом разработчик подумал так. Вот этот вот бег к финалу, несомненно, людей будет утомлять. Потому что для того, чтобы получить этот самый сакраментальный апгрейд, тебе нужно будет очень долго ждать, пока накопится нужное количество печенек. И он придумал интереснейшую же механику восхождение. По сути, обнуление результата. Накопив определенное количество печенек, вы можете устроить восхождение. Обнулиться до первого уровня и начать кликать по печеньке заново. Но при этом вам дадутся крошки. И эти крошки вы можете вкладывать в специальные апгрейды, для того, чтобы следующий путь проходил еще быстрее, и еще быстрее, и еще быстрее. То есть, ты не просто бежишь к какой-то финальной цели, которая где-то там за горизонтом. Но ты знаешь, что ты можешь в любой момент вернуться в начальную точку и с новым ускорением побежать вперед. Это ли не прекрасно, дорогие друзья? Конечно, прекрасно. Там вот рядом в пятой палате уже бегут в пять раз быстрее. Замечательно. Пройди туда. Кто это делал? Какой? Что происходит? Но тем людям, которым нравится, так сказать, активный геймплей, то есть не просто смотришь, как у тебя копится печенька, нет. Здесь иногда на экране появляется золотая печенька, которая быстро исчезает, и по ней нужно кликнуть. Тогда ты получишь сумасшедшее ускорение производства печенек. Кроме этого, здесь спрятаны мини-игры. Кроме этого, бабки могут устроить апокалипсис. Кроме этого, здесь можно завести ручного дракона. И все это есть в этой игре. Вы представляете, какая глубина? Нет, я, конечно, говорю сейчас с иронией. Я говорю как человек, который воспринимает Куки Кликер просто как приложение в фоне. Где что-то происходит, что-то копится, я раз в несколько минут куда-то кликаю, получаю удовольствие, на самом деле получаю удовольствие от того, что я преодолел очередную цель и теперь бегу к следующей. Вот в этом простая, тупая, но эффективная магия этой игры. Ты точно знаешь, что через некоторое время ты накопишь достаточное количество печенек, чтобы зарабатывать еще больше печенек. Все, точка, вопрос закрыт. И это работает. И по какой-то причине тысячи людей постоянно сидят в онлайне. Ну как сидят? А я думаю, что они играют примерно так же, как и я. Вы в курсе, например, что я прямо сейчас играю в Куки Кликер? Точнее он, Куки Кликер, запущен на моем компьютере и фармит мне печеньку для того, чтобы когда закончится этот обзор, я подошел к компьютеру, сделал несколько грамотных вложений и еще раз начал зарабатывать еще больше печенек. Куки Кликер, вам кажется это смешно? Вам кажется, что это неинтересно? Это не смешно, Виталик, это страшно. Вам кажется, что это грустно? А вы попробуйте запустить Куки Кликер, для этого вам не надо эту игру покупать. Просто пройдите на сайт разработчика, там будет реклама и по сути это все отличия, так сказать, от премиальной версии и начните клекать. И хрен вас кто-нибудь остановит после этого, я вам гарантирую. Виталик заделался проводником в Куки Кликер, восхитить. Ёлы-палы. И на самом деле, если серьезно, 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 слово серьезно применительно к Куки Кликеру. Но тем не менее, если попытаться посмотреть на это вот да-да-да-да-да, без вот этих вот элементов, хоть как-то попытаться проанализировать Куки Кликер, то на самом деле у вот таких игр, у игр такого формата есть смысл существования. Да, людям иногда нравится во время какой-то нудной работы, чтобы получить приятный результат, зайти вот в этот Куки Кликер, сделать пару кликов, получить результат, получить от этого удовольствие и дальше заниматься своей работой. Это такая вот фоновая игра, да, айдол игра, которая не требует от тебя какого-то вовлечения, которая не требует от тебя каких-то усилий, которая, в принципе, от тебя ничего не требует, но которая тебе дает результат. Я бы даже сказал, дает иллюзию результата, потому что ты прекрасно осознаешь, что ты вот этого добился, потом ты должен будешь вот этого добиться, вот этого, вот этого и так, в общем-то, до бесконечности. Это даже не бег в пустоту, это вот как на беговой дорожке. Ты бежишь, ты понимаешь, что ты не можешь к чему-то прибежать, ты бежишь на месте, но тем не менее ты получаешь какой-то результат, там на экране появляется сколько-то километров. Молодец! Да, молодец, ты пробежал столько-то километров, ты классный. Вот и Куки Кликер тоже дает такое вот ощущение, только если на беговой дорожке-то это физическое упражнение, то здесь это такая вот иллюзия получения результата, чтобы потом получить еще одну иллюзию на получение результата. И так вот до бесконечности. И да, вы сейчас поняли, что мы описываем принцип работы многих донатных помоек. Практически всех. Айдол игр, которые тоже дают иллюзию результата, которые тоже не требуют какого-то вовлечения игрока, у которых тоже полно автоматизации, которые тоже в большинстве своем играют сами в себя, в которых тоже игрок должен всего лишь прийти, собрать какие-то призы и получить дальше. Но есть одно принципиальное отличие. Куки Кликер, он либо бесплатный с рекламой и все, либо премиальная версия за 2 доллара. А вот мобильные донатные помойки, они вам по сути продают вот эту иллюзию прогресса. Потому что все они построены на том, что рано или поздно, чаще рано, чем поздно, прогресс стопорится, останавливается. Игра тебе по сути говорит, ты либо жди, то есть вот это вот удовольствие от получения результата стирается или останавливается, ну либо занеси денег. То есть вот эти вот айдол игры, они по сути продают тебе иллюзию прогресса. И Куки Кликер это нагляднейшая демонстрация того, как работают, на мой взгляд, донатные помойки. И что они делают для того, чтобы вытаскивать из людей деньги. В Куки Кликере одна валюта. Печеньки. В донатных помойках валют много. Но все они построены только ради одного, чтобы ты купил по итогу премиальную валюту. Я еще раз повторю, айдол игры имеют право на существование. Куки Кликер как проект, вот потыкать в очереди, потыкать пока едешь. Доступна на андроидах. Да, она доступна на андроиде, естественно без монетизации. Это просто убивалка времени, где ты за иллюзией какого-то прогресса, ну именно что тратишь время. Но время, которое тебе нужно потратить, и вот за таким Куки Кликером оно летит быстрее. А донатные помойки тебе говорят, хочешь, чтобы время летело быстрее в нашей игре? Плати. Хочешь, чтобы быстрее получать вот это вот удовольствие от псевдопрогресса? Плати. Хочешь дальше как-то продвинуться в нашей игре, ну чтобы получить шанс еще дальше продвинуться? Плати. Естественно, простейший психологический прием, который используется во многих современных мобильных играх. И опять же, мы не просто так говорим про Куки Кликер, потому что многие мобильные игры, как вы могли заметить, наверняка, условно бесплатные, играют сами в себя. То есть ты ее запустил, она где-то там в фоне тебе что-то там добывает. Во многих таких играх есть автобой, например, во многих таких играх есть автовыполнение заданий или даже автобег, если это касается даже ролевых игр, так сказать, массовых онлайновых ролевых игр, где казалось бы, ну ты должен отвечать за все, но игра тебе говорит, мы все понимаем. Зачем? Мы понимаем, что у нас наитупейший игровой процесс, который по сути является продолжением этого самого Куки Кликера, ну ладно, у нас не одна печенька, у нас пять разных кнопочек, но мы тебя освобождаем от этого. Тебе даже это делать не нужно, ты будешь просто смотреть за результатом, получать награды, куда-нибудь вкладывать заработанную валюту, ресурсы или опыт и дальше бежать с какой-то там потрясающей цели. И кстати, и раз уж мы сказали про Куки Кликер и про идеальные айдол RPG, вот Diablo Immortal является отвратительным примером айдол игры. Почему? Потому что там ты постоянно топчешься на месте, и это уже не беговая дорожка, которая высвечивает перед тобой. Вот ты пробежал один километр, пробежал два километра, ну давай еще один километр, и тогда будешь совсем молодец. Нет, Diablo Immortal тебе говорит, все, ты торчишь на месте. Ты можешь бежать, ты можешь пытаться, ты можешь выполнять все наши делики, ты можешь каждый день посвящать этой игре, но ты не продвинешься вперед, пока не вложишь денежку. Не просто пока не вложишь денежку. Если ты вложишь денежку, ты получишь шанс, небольшой, маленький, мизерный, милипусенький шанс продвинуться вперед на шажок. Если тебе очень повезет, и ты получишь пятизвездочный самоцвет, этот шажок будет огромным. Но шанс получения этого самоцвета очень-очень-очень-очень маленький. Да, почему мы решили вот рассмотреть Куки Кликер? Не потому, что нас эта игра внезапно заинтересовала, а потому, что нас эта игра заинтересовала, как такое вот отражение, кривое зеркало донатных помоек. Наглядный показатель того, как донатные помойки извращают прикольные идеи. И даже не совсем донатных помоек, это кривое зеркало современной игровой индустрии, которая создается опытными психологами, опытными маркетологами, опытными эффективными менеджерами, которые знают, человеку нужно постоянно получать дозу дофамина, вот этого самого гормона удовольствия. Человек должен получать награды. И у нас, по сути, многие игры сводятся только к простому получению наград. Ой, ты зашел в игру? Вот тебе награда. Ой, ты выполнил ежедневное задание? Вот тебе еще какая-нибудь награда. Ой, ты убил какого-то боссика? Вот тебе еще одна награда. Награда, 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 награда. А потом тебе эти награды резко перестают давать, и ты уже испытываешь чисто физический дискомфорт. Тебе хочется еще удовольствия? Это действует на подсознательном уровне. Вы часто не отдаете себе отчет, естественно. Но вы не играете в игру. Игра уже играет вами. Почему практики, связанные с донатными помойками, называют манипулятивными? Потому что создатели их именно что вами манипулируют. Манипулируют вашим восприятием этой игры, когда сначала говорят, у нас тут все хорошо, а потом говорят, а вот сейчас, чтобы тебе было хорошо, донать, скотин. Они создают иллюзии игрового процесса. Как и Куки Кликер, кстати. Но при этом, да, там может быть какая-нибудь графика. Они могут походить на ролевые игры, они могут походить на стратегии, на платформеры, на что угодно. Но при этом все делается автоматически. И вот, 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 вот. Не забудь, не забудь, сколько всего мы для тебя приготовили. И если тебя не удовлетворяет поток наград, ты всегда можешь купить это. И поиграв в Куки Кликер, особенно видно вот это гнилое нутро современной игровой индустрии. Потому что Куки Кликер, как игра, знает, чем она является. Но поскольку в ней нет дополнительной монетизации, она знает, что она должна быть увлекательной для того, чтобы люди в ней проводили время. Поэтому поток наград там стабилен. И самое главное, Куки Кликер знает себе цену. Куки Кликер, ну, в данном случае разработчик Куки Кликер, прекрасно осознает, сколько должна стоить такая игра. Да, ты в ней можешь провести там тысячи часов, потому что она в фоне будет болтаться. Потому что она тебе просто будет дарить такие небольшие вспышки радости, когда ты стоишь в очереди или занимаешься какой-то нудной работой. Она тебя радует. Но способы достижения этой радости максимально примитивные. Сама игра максимально примитивная. Сама игра понимает, что да, дает тебе радость вот таким вот простым способом. И стоит эта радость 2 доллара. И да, такие игры имеют право на существование. Куки Кликер, Vampire Swires, где люди проводят там десятки, сотни часов. Почему? Ну, потому что это занятная убивалка времени. Тупые! Максимально тупые идеи. Максимально тупые игры, которые можно описать буквально двумя словами. Но они, да, знают себе цену, знают, чем они являются. И вскрывают самые простые способы психологической манипуляции. А вот у других разработчиков мира нет. Вот я уверен, если бы создатель Куки Кликер в Стиме, например, так, вот есть игра за 2 доллара, но триллион печенек стоит 5 баксов. Нашлись бы люди, которые это стали покупать. И триллион печенек, и квантиллион печенек, или сколько там еще можно покупать в финале. Нашлись бы люди, которые бы донатили. И которые бы потом, если бы мы это начали критиковать, в комментариях писали, «А я могу себе позволить». Да, а почему бы и нет? Или там бы писали, а вы знаете, я играю без доната. Надо просто час посидеть и покликать. Надо просто выполнить несколько специальных ежедневных заданий, и все нормально. Я вот захожу, я играю. В общем, дорогие друзья, краткий итог. Если вам нужна игра в фоне, которая играет сама в себя, и которая каждую минуту осыпает вас какими-то наградами – Куки Кликер. Все донатные помойки со своих смартфонов после Куки Кликера можно удалять нафиг. Потому что все они являются отражением и подобием Куки Кликера, к моему большому сожалению. Хотя пытаются притворяться большими и самостоятельными какими-то проектами. Да, они еще и условно бесплатные, поэтому они такие большие, красивые, условно бесплатные. Ты там можешь поиграть некоторое время без доната. Поэтому это достаточно для того, чтобы оправдать тот анальный донат, который в этих играх на самом деле есть. И да, от себя я отмечу, что не все игры обязаны радовать тем, что ты превознемогаешь какие-то препятствия. Иногда, да, люди занимаются скучным делом. Иногда у людей нет возможности, чтобы как-то глубоко вовлечься в какую-то суперсложную игру с каким-то огромным количеством систем. Иногда людям тупо не хочется превознемогать, особенно после рабочего дня, сложные какие-то испытания. Такие люди есть. И да, Куки Кликер для них это занятный такой момент. Не то, чтобы погрузиться, естественно, это не та игра, в которую ты будешь погружаться, а просто ненадолго вот переключиться. С какой-то нудной задачей, с какого-то скучного процесса на Куки Кликер. Все, еще раз говорю, Куки Кликер на большее не претендует. Куки Кликер знает, кем является. Куки Кликер знает себе цену. И он эту цену отрабатывает. Все, здесь нету двойного дна, здесь нет каких-то высоких мыслей относительно Куки Кликера или каких-то высоких материй. Просто мини-игрушечка, которая болтается в фоне и иногда дарит вам приятное мгновение. Все. И если, дорогие друзья, вы все еще настроены скептично, то задайте себе сами вопрос. А что может быть лучше, чем печенька с молоком? И на этом у нас, дорогие друзья, все. Огромное спасибо за внимание. Поддержите этот ролик лайком, комментарием, подпиской. Это все способствует продвижению видео. И кроме этого мы выражаем преогромаднейшую благодарность людям, которые нас поддерживают во время стрима. Или став спонсорами через проект Sponsor.ru, через YouTube или через Patreon. Что вам удобнее, что вам доступнее в это тяжелое время. Пока. Как думаешь, сколько будет комментариев, наконец-то, Виталий, как его для себя нашел? Слушай, Куки Кликер не так проста, как кажется. Но там надо кликать на печеньку. Но многие ли знают, что в этой игре есть бабка апокалипсиса? Многие ли знают, что здесь можно завести ручного дракона? И не спрашивайте меня, зачем? Зачем вы это делаете? Вы же не домогаетесь до ребят, которые играют в Escape from Tarkov с вопросами, зачем? Зачем вы в это играете? Здесь же нет смысла. Ты просто ходишь по этой зоне, ищешь батарейки, потом продаешь батарейки. Зачем вы это делаете? Вот и то же самое в Куки Кликер. Для того, чтобы производить печенье. Еще больше печеньей. Не одно и то же. В этой игре ты проводишь время с удовольствием. И тебе для того, чтобы в нее погрузиться, не нужны вот эти гей-проводники. Господи. Я после этого шикарного стрима по Escape from Tarkov, кстати, друзья, можете посмотреть. Получил столько комментариев формата. Дружок, ты не разобрался. Я могу стать твоим проводником в этот мир. Я помогу тебе с основами. Я тебе покажу, как нужно именно мазать звездочкой раны. Для того, чтобы не умереть от обезвоживания. После ролика про Куки Кликер ты не получишь ни одного сообщения о том, что... Слушай, а давай я тебя научу правильно кликать на печенье. Слушай. Вывод Куки Кликер. Я уверен. Идеальная игра для тех, кто не хочет взаимодействовать с обществом. Я уверен, что в комментариях под этим обзором появятся люди, фанаты Куки Кликера, которые будут писать. Ты не разобрался. Есть специальная технология кликинга по печеньке. Давай я тебе ее покажу. Поехали. Поехали. Раз, два, три.